Основная задача нейрона – отрастить как можно больше отростков к соседним клеткам. Нейрон, я уже говорила об этом, что нейрон, который не имеет связи с другими клетками, он уничтожается, он не нужен. Не нужно организму тратить энергию, не нужно организму тратить ресурсы для того, чтобы кормить клетку, которая не выполняет определенную работу. Поэтому чем больше связей, то есть мозг постоянно находится в обучении, постоянно, то есть постоянно отрастают вот эти вот ручки. Ну, клетка, да, она такая, у нее ручки, и большая длинная ножка такая, говорит, огромные щеки, вот на таком хуйком стебельке. Точно так же примерно клетка выглядит, нервная клетка, у нее очень-очень много всяких отростков. Чем больше у нее отростков, чем большим количеством клеток, тем больше быстрота мышления, острее ум, чем больше клетки общаются друг с другом. Поэтому, когда ребенок родился, не умер, мозг начал обучаться, разбираться и получать информацию. Вообще дети до пяти лет, это абсолютно рефлекторные существа, абсолютно, то есть у них мозг очень пытливый, и они абсолютно все используют для того, чтобы научиться чему-то. И вот здесь мозг, первое, что он учится, первое, он учится достигать индивидуальной цели. И ребенок очень четко понимает, что если он сегодня должен решить какую-то задачу, то у него мозг утром проснулся, и ребенок что начинает делать? Кушать. И ребенок начинает кушать. И его мозг говорит о том, что ему нужно кушать. И первое, чему учатся маленькие дети, они учатся достигать своей цели. Он понимает, что если он сейчас закричит, то его или покормят, или возьмут на ручки. Правильно? То есть первое, то есть это практически в первую же неделю. И это достижение, вот так работает мозг, это достижение индивидуальной цели. То есть, причем вот если мамочку спросить, она точно может отличить крик и плач ребенка от зависимости от его цели. То ли он кушать хочет, то ли он пить хочет, то ли у него пеленки мокрые, то ли он на ручке хочет. Получается, в каждом ребенке заложено вот это вот... Абсолютно, да. То есть в каждом мозге мозг изначально первое, чему учится, он учится достигать цели. Просто у нас цели высокие, а у детей цели маленькие. Биологические. Да, то есть они связаны, но на ручке это не биологическая цель, да. То есть любовь это не биологическая цель, это вот несколько другое. Поэтому основное, что когда я всегда говорю, что детей надо кормить белком, надо кормить тем, что будет давать ему ресурсы для роста. И когда рассказывают о том, что вот у меня ребенок ничего не ест, все зависит. То есть надо искать причину. Так не бывает. Дети не могут не кушать. Они не знают, они ничего не кушали, когда родились, когда мы начинаем вводить прикормы. Они не знают, что это такое. Мозг обучается. И когда мама говорит, что ребенок не кушает, вот здесь надо смотреть, может ли кишечник переговорить. Да, есть ли у него там товарищи, которые могут помочь в этом. А ребенок кушает, это команды мозга. У мозга есть список, да. Лилудалос, мультипаспорт. Мне сегодня нужно вот это. И он не знает, какое оно на вкус. И если мы правильно все делаем, то дети кушают, потому что это их биологическая задача. Это цель накормить организм, получить материальные ресурсы.